ребята всем привет сегодня будет обзор только по биткоину давайте смотреть что у нас на графике уже наверное неделю я не делала обзоры когда вы смотрите открывайте вообще абсолютно любой инструмент биржам московская криптовалюта либо фьючерсы вы торгуете всегда начинайте свой анализ дневного таймфрейма потому что он дает абсолютно точную информацию что происходит на графике ну конечно если вы умеете это смотри если вы умеете это смотреть раньше я анализировала историю графиков то есть исходя из истории я делала какие-то выводы на будущее сейчас я смотрю только ситуацию локальной в одном из видео я вам про это рассказывал можете посмотреть но все равно какие-то глобальные ключевые уровни например как вот этот я для себя выделяю смотрим что происходит еще вчера у меня закралась такая мысль когда не было вот этой красной свечи и мы резко там сделали 300 долларов у меня вот закралась такая мысль что специально людей загоняют флонг и если вы посмотрите вот эти вот две свечи вот эти две свечи это отработанная новость новость о том что базе собираются следующем году развивать криптовалюту новости отрабатывают быстро но недолго то есть неэффективно и после этого цена все равно начала спускаться потому что не поддержали покупатели цену не поддержали покупателя эту цену смотрите дальше вот это красная линия это трендовая и как раз таки сейчас цена стоит около этой трендовой то есть здесь может быть отскок может быть отскок здесь мы по консолидировались по тренды и пробили и теперь пришли к трендовой вот такая ситуация может быть смотрите вот так можем отскочить но у меня все равно настроение шартовая ничего же могу с собой поделать вот эти вот две свечи покупатель данную данную покупку не поддержал данный спрос не поддержал дальше у нас началось падение и кто-то отсюда даже шортил и потом вчера вот если вы не если вы помните вчера не было этой свечи она только сегодня произошла вот где-то здесь мы были уже кажется что дальше пойдет продолжение движения тренда и тут у нас хоп свеча дает 300 долларов ну то есть неплохо и кажется что все вы купили и вот это и это свеча и эти две свечи они подтверждают мое мнение что людей специально загоняют фонг очень часто кто-то начинает откупать но здесь как-то странно смотрится потому что даже вот в этом первом импульсе но почему бы не сделать перехай то есть почему покупатель не показал свою силу вот значит где у нас там выходил там последний либо любой какой-то покупатель выходил крупный игрок и почему бы вот этой свечи не сделать вот такой вот перехай таким образом я бы например как аналитик я бы увидела что здесь покупатель уже занял такую выигрышную позицию и он показал свою силу но его остановили и остановили буквально вот под предыдущим максимум дальше началась здесь какая-то консолидация здесь было очень похоже на поджатие но все равно мы ушли еще ниже если вы посмотрите недельный таймфрейм мы вообще уже под вот этот импульс так и мы вообще вот этими тремя свечами полностью поглотили уже этот импульс не полностью на 50 процентов поглотили импульс а когда идет большая свеча после этой свечи идет коррекция которая вот небольшая да можно сказать что это коррекция и дальше идет продолжение тренда но когда уже 50 процентов было поглощение свечи это значит что покупатель слаб ну тем более эти тени нам про это и говорят так вот вот этот уровень уровень 7800 у кого-то раньше это была у меня зона у кого-то еще что то смотрите внимательно на эту зону потому что если мы придем сюда я все-таки за шартовые за шартовое положение вещей если мы придем сюда мне кажется мы пойдем еще ниже ну вот исходя из того что я уже умею смотреть как я умею смотреть график что я уже умею анализировать мы пойдем и пойдем вот тестировать вот эту вот зону 7000 то что говорят что мы не придем там на 7 400 это все неправда не людей нет подтвержденной информации это просто какие-то их догадки мы спокойно можем прийти в зону 6 800 короче в зону 7000 возьмем с вами круглое число и тогда будет ситуация абсолютно ситуация поменяется потому что у нас был большой рост экспоненциальный и вот 50 процентов уже мы поглотили этого роста а если мы спустимся еще ниже то есть до 7000 мы плагает мы поглотим уже больше 80 процентов этого роста это значит что покупатель слаб это значит что крупного покупателя нет сейчас в игре я уже вас предупреждала что скоро перейду больше на youtube потому что я хочу здесь нет таких возможностей чтобы показывать транслировать свой экран вот поэтому я перейду скоро на сторонние какие-то сервисы и могу показывать вам другие графики сейчас я зарегистрировалась на платформе tiger trade и изучаю кластеры кластеры я изучаю сама то что информация в интернете очень много но как всегда вот когда начинаешь что-то где-то искать вот те кто разобрались в кластерах они ничего не рассказывают они все это тихо ряд и тихонько зарабатывают деньги мне хотелось я вам говорила что мне хотелось в объемы и когда я смогу записывать видео со стороннего сервиса я уже могу показывать вам кластеры но расскажу пока так я только конечно tiger trade изучаю еще вот и значит все ордера вот крупные ордера они как раз таки вот здесь вот были здесь потом был крупный ордер здесь и крупные ордера здесь как мы смотрим крупные ордера там точно очень продуманная программа это никакая не реклама абсолютно нет просто я и сейчас пользуюсь следить если за моим телеграмом видели что я искала программу по объемам вот крупные ордера там не видно там покупка либо продажи видно что крупные ордера и когда было вот это падение давайте перейдем там на 15 например минут будет лучше видно когда было падение крупные ордера были вот в этой вот зоне здесь они уже не поддержали не поддержали эту покупку это я смотрела кластер это я смотрела footprint если вы проведете например лак то есть видите да крупные ордера здесь зашли и кажется что они могли зайти на покупку для того чтобы зайти в самом низу и для того чтобы сделать памп такая ситуация может быть но давайте пока рассмотрим шортовую ситуацию и вот спокойно можно пробовать шортить от 8 500 даже не проводя здесь уровень если мы сделаем этот минимум то есть если мы сделаем мой ну то есть обновим минимум тогда будет шорт и тогда мы будем шортить вплоть сейчас только шорт смотрим мы будем шортить если мы еще не закрепимся за этой трендовой то вот мне кажется я ну так на мой взгляд вот если сказать нужно цифру для take profit а я бы все равно брала 7 800 то есть что сюда график придет это первая цифра take profit а которую вы можете взять на шорт это очень хорошие до 8 8 700 7 800 на почти тысячу можно забрать на движение если смотреть и оглядываться на предыдущее движение мы здесь пролетели точно также пролетим и вниз но нужно собрать ликвидность то есть собирают сейчас ликвидность опять же эта ситуация именно для шартовых смотрите делайте свои выводы пробуйте вот если уже рассказала что если придем сюда тогда будем делать новые анализы я расскажу что будет дальше на мой взгляд а теперь что нужно для того чтобы все таки мы чтобы вот работать в лог нужно обязательно увидеть какого-то сильного покупателя неинтересно да бывает такое что вроде бы рынок немножко откатился наверх но покупатель не такой сильный они интересно работать с не с покупателем которые у которого не крупная сумма которую не поддержит спрос и дальше не загонит цену еще выше то есть нужно смотреть очень сильного покупателя для этого давайте опять пойдем на 15 минут на 15 минутки четко нужно смотреть вот этот вот локальный таймфрейм вот 15 минут вам хватит я думаю что здесь вообще все понятно будет на самом деле что что будет происходить строите себе какую-то зону при том что здесь вообще такие мелкие таймфреймы да не смотрю вот смотрите что будет происходить в этой точке у нас да у нас здесь есть поджатие но кажется что пойдем вниз но точно такое же поджатие мы видели вот здесь вот точно такое же мы также вверх шли по экспоненциале вот прям чтобы я сказала что это лонговая ситуация лучше я так говорить не буду потому что если мы вот этот уровень не пробьем если мы удержимся на этом уровне ну можем еще сделать то пойдем и дальше вниз пойдем дальше вниз это будет наша первая остановка 8 500 и оттуда вряд ли уже сейчас не делают в последнее время откаты на мой взгляд то есть вот такие и пойдет уже цена дальше вот и будет это все вот буквально вот сегодня завтра не будут они сильно флотить потому что это была первая волна коррекции либо ее сейчас откупают либо идет вторая волна коррекции после второй волны коррекции очень часто график останавливается это чисто вот по моим наблюдениям для того чтобы была ситуация лонговая чтобы мы снова по тренду пошли нам нужно во первых закрепиться закрыться выше этой зоны чем выше мы закроемся тем лучше собирают стопы не собирают стопы кстати вот на кластерах видно что когда собирают стопы там значит идет свеча и на кластере просто 0 0 0 0 0 на многих сделках это значит что просто сработали стопы но я еще в ней пока разбираюсь если у вас там есть что-то почитать интересное про кластеры про footprint про профиль рынка то присылайте мне в комментариях я с удовольствием изучу и почитаю и мне кажется что вот я подумала что буду снимать это со сторонним сервисом и буду вам уже показывать кластеры пусть я в них еще пока не ас мне нужно какое-то время разобраться но уверена что вам тоже будет интересно смотреть как я прогрессирую в плане кластеров потому что объемы для всех это просто какая-то закрытая тема так дальше что нам нужно чтобы увидеть покупателя ну вот чтобы нам увидеть покупателя во первых нам нужен возврат вот к этой зоне мы должны удержать эту трендовую и вернуться в зоне последнего максимума то есть на 9 300 обязательно еще лучше будет если мы здесь сделаем перехай тогда покупатель действительно есть какой-то в игре который просто набирает себе позицию и когда уже вы увидите 9 300 можно спокойно здесь слонговать слонговать вплоть до следующего максимума 10679 вот здесь уже игра должна быть поинтереснее то есть у вас будет такая двухступенчатая сделка но и у вас и у меня я то что вам рассказываю то на самом деле тоже сама делаю а просто бывает такое что вот я могу говорить какую-то давать аналитику а потом ситуация вот пару свечей и ситуация кардинально меняется и я могу уже изменить свое мнение но стараюсь почаще делать обзоры чтобы вы видели какие-то апдейты вот таким вот образом нужно работать вот у вас будет такой многоступенчатый тоже можно будет хорошо заработать лонговать отсюда это супер агрессивно ну супер агрессивно потому что у вас нет никаких подтверждений абсолютно никаких зачем лонговать без подтверждений я не говорю про тех кто там будет мне писать в комментариях про упущенную прибыль и так далее даже если вы возьмете параллельные каналы нарисуете да даже вот если нарисуете параллельные каналы но все равно мы должны спуститься к 8 300 отметки вот 8 300 это довольно интересная такая отметка от которой мы можем от которой мы тоже можем отбиться то есть отбиться много где есть результаты но смотрите на эту тренды вы не рисуйте параллельный канал если вы все-таки за лонговую ситуацию больше в лонг хотите смотрите как мы удержим этот канал потому что дневной таймфрейм смотрим до дневной таймфрейм пока находится выше трендовый нужно подождать как закроется день и возможно мы вот сюда еще на 7 800 сходим вроде вам все рассказала все спасибо всем большое ребята такой у меня вопрос мы 11 с партнерами 11 13 декабря планируем в москве сделать бесплатную конференцию для трейдеров что это будет это значит вы приходите будет очень много спикеров спикеров трейдеров я имею ввиду я тоже естественно в их числе давать свои какие-то презентации и мы хотим пригласить представителей криптоиндустрии различные площадки там байн из будет придете ли вы на такую конференцию возьмете ли вы с собой друзей на будет абсолютно бесплатная поэтому очень важно знать ваше мнение у меня в ютубе много подписчиков поэтому оставляйте оставляйте свои комментарии все спасибо всем большое встретимся завтра может быть запишу вам эфир если успеет запишу вашу эфир и лайткоин там тоже кое-что интересное спасибо всем большое за просмотр всем пока